10 апреля, Казакрух, примерно без 10-12. Как видите, не густо сегодня у нас. Посмотрим, сколько соберется людей, какие будут предложения, о чем будем говорить. Я свою заявку на проведение здесь с Борем уже отозвала. То есть нам надо либо кто-то из громадских организаций, либо других подать, это несложно, в меню заявку, либо проводить, чтобы проводить здесь вечер, либо такая же заявка подана Туровской на 12 часов до конца года, на 95-м квартале. То есть мы должны, хотя бы это возможно, нормы закона как-то вокруг себя регулировать. Это я дал информацию. Отозвала все-таки, да? Да, что на сегодняшний день уже заявка отозвана. То есть мы можем проводить, и если надо, любому поручили, он это организует. Ясно, благодарю. На 95-м квартале до конца года я с Туровской сейчас переговорю, если она тоже не отозвала, у нее была заявка там проведение речи. Почему не тут? Я на своей земле, я не хочу. А давайте Тур, вы что? Нет, ну дело в том, что это копей-вечи, а вот что, сбор вот такой, 20 человек, 30 человек. Ну, ну, так почему? Ну, так потому что, я считаю, что это громады, территория, и мы в праве собираться. Нет, просто если нас очень убираться, мы есть нормы. Нормы, нормы, нормы проведения, это сбор. Никогда мы в это не вникали, приходили, собирались, проводили, а теперь, не знаю, что это будет. А я же должен, а какая-то же как-то надо... Мы хотим, должны организаторы, так далее. Я хочу, чтобы не было, что вичи, а, знаете, без тернички написали. Понял? Да, чтобы все... Нет, да. Не мог тут кричать, я беду все, ибер, и я их. Мы заехали, что мы заехали. А, не бой. Да, это кто-то... Ну, что-то на любого охуя. Да, это самопомничек. Да, это самопомничек. А, ну, это все, что, и приезжают, и поехали. Да, ну, они видят, что что-то есть в городе Хворится. Нет, давайте, на вышле на 95-м, мы собираемся в какой-то раз на Евсения, в 14-м, там, это нескольство, и прикормлено, и... А, норма. Да, мы уже там были, это, знаешь, Сережа, и никто ничего не подходит. Вот тот, кто пришел, и... Ну, не надо рассказывать. Да, никто не подходит. Вот тут мы можем разговаривать голосом, а там надо переработать. Біля міського конкурса, біля цієї будівлі, яка символизует, уособлюет злочинную владу, я вважаю, непотреблядно. Да, и сюда кроме нас никто не прийде. Сам из собора, с Гортиков, с Гортиков, все приходят. Все улицы ходят. Постоянно приходят. А тут, мы постоянно один будем, и сами ходить. А там так, я не против 95-го, но там... Прошу прощения, Может, вы расскажу? Я не против 95-го, но уже проверено, не добавляется людей. Ну, секундочку! Секундочку! Ребята, давайте друг друга поговорить по очереди! Ну, говори теперь, блин, не хочу, блин! Ну, кива, говори! Так, друзья! От того людей не прибавится. В интернете, кто знает, тут и так будет знать. Я сейчас не против Казака, не против 95-го, просто взвешивайте. Уже несколько месяцев, больше года, на 95-го мы 20-15-25, не добавляется. Секундочку! Я не против 95-го. Просто я сейчас взвук-слух анализирую. Проезжает, одна часть говорит, о, собирайся, другие, о, их как-то мало. Для меня уже просто, ну, уже немного, немало времени и ночей не проведено вот здесь. Это для меня, это мое лично. Ну, 4 месяца. То есть, для меня лично 50 на 50. Что 95-м там, по плану того, что люди увидят, узнают, что здесь. Там не настолько больше будет знать. Видели, но не добавлялось же. Полтора года мы на 95-м, два уже скоро будет. Ну, не особо не добавляется. Кто знает, кто знает. Интернет не много знает. Интернет многие... Кто выступит за то, чтобы здесь собираться? Кто обоснует, почему здесь? Скажите, кто? Все равно надо видеть, что я подводил. Нет. О, хороший аргумент. Я знаю, Лида, я знаю. И там тоже надо делать заявку. Да, скажите. Значит, смотрите. Инициативная группа значит, работать на... Ты, да, все. А я в момент. Молодой человек. Ребят, ой, женщины. Слава Украине! Послушайте, пожалуйста, человек хочет сказать слово. Значит, смотрите, инициативная группа работает, изучает законодательство и все остальное. Мы сейчас говорим о том, собираться здесь или на 95-м. Значит, есть такое предложение у нас появилось. Разрабатывается план, я пока не в курсе никого не буду вводить, чтобы нам... У нас, во-первых, закрывают газету «Червоный герник». Вилкул сам видит, что он нерентабельный, мы не даем гроши отмывать. Поэтому у нас есть предложение, просто у нас, общественности, через Вилкула, через нашу раду, через, так как мы, громадяны, территориальные громады, надавить, чтобы там часть нашей информации публиковалась за наших коммунальных грошей. Это первый вариант. Второй вариант. У нас есть такое телевидение Рудана. То же самое, через Вилкула, чтобы нам там где-то примерно ну раза два в день по часу, это получается сутки, два часа, каждый день надавалось наше директорное время. Вот это вот такое есть предложение, такая инициатива. Николай Иванович, это бы какая-то схема, ну тут два раза в неделю депутатам давали, какая там есть... Ребята, вы забываете законодательство. Я спрашиваю, Коля, я у тебя спрашиваю. Я же вам говорю, что территориальная громада и властникам у цели всей территории. И влада наша, она педзвит на нам. И мы имеем право это требовать от них, как громадяны. Поэтому, чтобы некоторые вопросы не возникали, возьмите закон про местное самоврядувание. Там много, что про это сказано. Все, я вот это сказал, теперь давайте обсуждать. Вопрос к вам. А это же надо еще как-то официально сделать, чтобы была дополняна заявка. То есть, этому делу надо зайти. Если вы будете официально прийти, постукать и попросить, вам ни хрена не дадут. Поэтому мы знаем, как это делать. Единственное, нужно ваше желание, чтобы мы вместе были, как говорится, вот там, или на приеме у Вилку, или остальное, остальное мы все уже пробьем. А может попросить комнату, чтобы нам дали горосползание? Для чего? Ну, это вопрос. Людям много вопросов. Я скажу, есть определенные наработки по прошлому, мы сделали выводы. Вот почему люди пришли? Бо у них проблемы, и они не могут... Подождите, я же вам и чего и скажу, что нам потребно, чтобы людей объединить, нам нужны масс-медиа. Вы видите, что все масс-медиа про то, что тут делается, ни где вы не увидите, кроме интернета. Понимаете? Кругом, где брехня, оболвание масс. Поэтому мы должны начинать завоевывать масс-медиа. Так как у нас грошей нет, но у нас есть наша власть. Понимаете? Мы члены территориальной громады. Променький, просвитер рассказывает про все, не треба сказать. Конечно, чтобы были, если на то пришла свобода слова, и то, и другой стороны. Это у нас место для дискуссий. Конечно, мы обсуждали. Плюс с него подходит это место, оно где-то тихо, великая площадь, а там на распуте и шум, и оно... И это место символично, для закровки, для заматок. И здесь больше людей помещается с их, а там фотографии, и талии блик. Да, да, там вот тоже, 50 на 50. На одном углу собираются. Кротивники тут, си тут. Может, милиция посередине, не знаю, чтобы не дрались. Нет, нам делиться нельзя. делиться нельзя, но милиция, порядок. Более тихое место, это хороший аргумент, там тяжело допустим. Коля, тут изобретать ничего не надо, есть громадский микрофон, ты знаешь, ждали 15 минут в неделю, потом начали не так говорить, ее закрили. Так вот, так почему, потому что ходили и просили, а треба требовать. А как ты представляешь? С канистра бензина. Только ваших треба, это самое, я не хочу просто... Хорошо, будешь нашим важиком. Я важиком не буду, я буду, ну, кого выдвинуть, нормальных, чесных, добросовестных людей, которых можно будет положить. Тих я приглашаю. И после половины выборцев проголосовали за вирусу. Как требуется? Нам не треба за воювователям, где спутнивать, чтобы они проголосовали. Ну, 100 гривен проголосовали. Это крестницы, это же. Вы имеете в виду, что проголосовали, чтобы они проголосовали. Вы имеете в виду, что проголосовали, вы не хотите, что все дети. Оглузили в автонку, с кого везли и дали там брошу. Поэтому нужно приглашать всех людей. Мы должны у них на глазах быть все время. Они же кажут, что нас мало, 10, 15. Как раз и есть горы, вот эти вот, начинаются пащие горы, сознательные люди, на которых должны обсуждаться наши городские проблемы, бюджетные там, коммунальные. Мы не должны говорить, что я за вилку, а я против вилки. Нас объединяет именно общие дела города. А здесь вообще нельзя говорить. И первым делом у меня еще один такое предложение, я уже на том вече говорил на этом. Никаких партий, никаких организаций, которые будут просто нас разделять и власть. Просто и революционно, чтобы всем было понятно. Да, я тоже. Без партий не можно. Не, можно. Возьми конституцию, прочитай. Они повыне и доброжаты наши интересы, понимаете? Либо интересы каких-то групп. Но они почему-то обладали Верховной Радой и решают только эти партии. Сейчас даже мы за жильцарку убрали, понимаете? А вы почитайте закон, там четко написано, что каждый мает право выбирать и быть выбранным. А это означает, что я должен выбирать того, кого я знаю и кому доверяю. Они нам выставили одного бандита, третьего, еще кого-то, извините, пидора или кого-нибудь. И мы смотрим, и выбираем. Кто из них будет меньше красить? Понимаете? Можно я вам отвечу? Пожалуйста. У вас, согласно конституции, молодой человек, есть право организовать свою партию и в этой партии выдвигать всех, кого вы захотите. Я не хочу партию. Значит, единственное, законное, кроме мажоритарки, законно признанное приход к власти, это через партию? Нет. Кроме мажоритарки? Нет. В партии есть инструмент. Конституция, статья 143, непосредственное управление. Провокатор вы, потому что вы сейчас говорите глупо. Читайте Конституцию. Статья 143, все написано. Самоорганизация населения, если она не была осуществлена, управляется административным сектором, через партии, через все остальные. Это не спор, это указание статьи вам. Читайте Конституцию. Все четко написано. Прочитай, Николай, 143 статью, чтобы они поняли суть вопроса. Конституция 22-22. При принятии новых законов обогнешенных, до законов, до чинив законы, не допускается зужжение в месту-то, обсягу истующих прав и свобод. Это что означает? То, что законы все приняли, все оно нарушает наши государственные права. Вот это, вот по этой статье он очень наповал бьет, хорошо. Я чиновникам хожу, он наповал бьет. Этого тебе нельзя, у нас такой закон, у нас подзаконнила, все, я говорю, вот, это хорошо бьет, и хорошо работает. А партийная система, я вам скажу, партийная система, если ты хочешь что-то завалить, делай, надо доверять парча. Какая парча? Каждый парча себе карман заражит. Какая парча? Какая парча? Имени такого. А если вы свои руки не возьмете, не имеете ничего. Каким образом брать свои руки? Каким образом? Каким образом? Написано, промежать. Сейчас, сейчас, ты сейчас за права прочитал, а я прочитаю за партию. Стаття 36. Громадяни Украины мають право на свободу объединения в политической партии, помовчить нас, брат, та громадской организации для защиты своих прав и свобод и за доволения политических, экономических, социальных, культурных и других интересов, за винятком обмежений в установленных законах, интересах национальной безопасности и гражданской порядки, охраны здоровья, населения или защиты прав и свободных людей. Политические партии в Украине не имеет права на свободу. А это, я же говорю, в переводе на доступный язык, означает, кому я верю, того я и выбираю. Давайте я лучше 140-ую статью зачитаю, друзья. Местное самоуправление, так называемое, является правом территориальной общины. Так что можно создать свою общину, а если вы ее не создали, тогда у вас есть депутаты, тогда у вас есть местная власть. Если вы ее не создали, нам этого не дают, безпосередньо. Можете через кого-то одну статью почитать, одну статью, статья 30. Народ управляет безпосередньо владой. Власность за БВЗОЕ, то есть частички, там вот это, госсоветистам, власность не повинна викорастоваться на шкоду людей и суспитства. То есть вот это наш главный закон, он идет на повадку. Можно теперь еще? Да, дайте, пожалуйста, говори. Уважаемые криворожане, я два года центром своего приложения во всей общественной деятельности видел, вижу и буду продолжать видеть смещение бандита и всякого негодного действия в городе Вилкула. То есть я говорил, и здесь многие это видят, и никто, кроме вас, наверное, спорить с этим не будет. Значит, на сегодня, на сегодня люди, которые этим занимаются продолжительно и системно, могут подтвердить, что одной из самых слабых точек в должности Вилкула есть коммунальные предприятия, потому что, согласно закона, мэр города несет персональную видповедальность за деятельность этих предприятий. Все остальные, так сказать, в его сторону обвинения имеют трикошетную, так сказать, силу приложения. Одной из самых болезненных на сегодня в городе Кривом Роге тем и самой большой ответственностью Вилкула есть коммунальное предприятие теплосеть Кривого Рога. В течение всей зимы под личную ответственность мэра Кривого Рога Вилкула каждый криворожанин ежемесячно в среднем обворовывался, каждый, на 200-300 гривен. Значит, активисты осенью объехали все тепломорежи и посмотрели заголенные, неутепленные трубы. Их длина, продолжительность исчислялась не метрами, километрами. И вот этот абсурд, когда нам предлагают брать кредиты и утеплять дома, а в это время Вилкул несет предповедальность за то, что всю зиму при минус 20 греется белый свет за наш с вами счет, он не платит за это, платим все мы, все жители Кривого Рога. Это есть та видповедальность, которая может прямо сегодня, в сегодняшний день, ставить вопрос о его смещении с этой должности. Это не те копеечные какие-то нарушения, это касается каждого криворожанина, каждого. Каждого он обокрал, каждого он унизил и заставил платить за свою безхозяйственность. Это человек, который себя называл сильным хозяйственником. За нас с вами счет. Второе. В нашем городе при помощи Вилкула сформированы бандитско-террористические организации. Документально уже, так сказать, подведено это, единственное, не хватает ресурса передать это в суды. Ресурс судов, вы понимаете, очень большой. Это Криворожгаз, это Облэнерго. Криворожгаз доказанно, беспредметно. Взяты уже очень маститые эксперты. Не просто то, что я знаю, не то, как вы знаете. Эксперты, которые имеют на это право. Деятельность работников Криворожгаза абсолютно, абсолютно незаконно бандитская. Там сформирована группа людей, которые заранее пришли к договоренности. Это попередняя домовленность с целью грабежа. Незаконно заходят в квартиры, незаконно обвиняют криворожан и незаконно с этого имеют прибуток. Криворожгаза – это частная фирма. И начисляют незаконно, просто так, без обоснований. Имеют эти все вещи. Такой же способ действия Депроблэнерго. Вот эти вещи, которые могут до вечера, вилкула, решить кресло. Если мы начнем, я за местного самоврядувания, но если мы начнем сегодня двигаться путем других, так сказать, к нему предложений, предложений, значит, объединить всех, кого сегодня в Кривом Роге обокрали по теплу, по электричеству и по газу. А это 100% криворожан. Это 100%. Всех обокрали нас, всех унизили. И всех привели в заложники. Потому что, отключая свет, отключая электричество, нас берут в заложники, потому что они монополисты, которым альтернативы нету. Это не магазин, в который я могу перейти через... Как это сделать? Процедура. Как? 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 Ваше предложение просто. Значит, я не предложение, я все эти вопросы делаю. Не, изливать душу мы понимаем. Коля, слушай, Коля, слушай, Иванович! Я делаю, в отличие от вас, что вы спрашиваете, я делаю. Значит, я вышел с предложением на Кабмин создать комиссию по ситуации этих трех вещей. И балерельные два письма на администрацию президента и Верховную Раду включить в эту комиссию своих представителей. Первое, чтобы администрация президента убрала вилкула и вела административное управление. Второе, чтобы Верховная Рада урегулировала законодательно права потребителей, то есть наши с вами. И в обязательном порядке, чтобы в эту комиссию вошли общественность, в том числе и я. Я ответил? Спасибо. Меня зовут Руслан Петунин. Меня кто-то знает, кто-то не знает. Я, чтобы человек там не думал. Я всегда выступал против вилкула и буду выступать против вилкула. Я же сказал, Петунин, Руслан. То есть главный коррупционер Кривого Рога. Вы можете зайти, его журналисты против Кривого Рога. Я отжал у ингулетской милиции, райотдела, землю забрал. Ну, это исполком. Сказал, что я забрал землю у райотдела. Кто-то не знает, друг. Ну, то есть что я вам хочу сказать. У каждого из нас есть проблемы. У каждого поджимают. То есть я хочу сказать то, что люди, чтобы вы все купили Конституцию, и каждый переписал свою проблему. Не отдельно там, что нас отжимают то. А у каждого из нас есть своя проблема. Там пошел в ЖЭК, не приняли его. И я вам покажу, как эта Конституция работает. И решим каждого проблему. Напишите свою проблему. Туда пошел, не приняли. И мы начнем бороться с вилкулом, без вилкула. Нам разницы нет. Например, самопомощь выдвинула новый закон 417, пролонгировала. Про управление всеми домами. Понимаете, это еще хуже, чем у Дана Влада. Управляющей компаниями. То есть это на сегодняшний момент еще хуже. Но я вам говорю, купите все Конституции и напишите свои примеры, где, в какой организации вас не пускают. И пойдем вместе с вами, будем бороться уже сейчас. Не ждать, что Верховная Рада принесет нам там поставить новых депутатов, и гонит вилкула. Мы же пробовали уже через партии выгнать вилкула. Нам сделали выборы. Не перевыборы, а выборы новые. Понимаете? Нам нужны были перевыборы. Вилкул, Милобог, как это было Янукович и Ющенко. Это были перевыборы, это были законы. Теперь президент, чтобы вы понимали, президент не подписал вовремя этот закон 60 дней и не опубликовал до сих пор. То есть закон, даже если бы вилкул проиграл, он бы все равно выиграл, потому что закон незаконный был подписан. Понимаете? Вот поэтому надо начать с каждого из нас. прийти, какие у кого есть проблемы, заставить их изложить на бумаге, и в любую инстанцию, с вами, я лично, с камерами, зайдем, и вы увидите, что Конституция работает. И мы начнем так его сдвигать. Нам не надо были выборы. У нас есть закон про самоврядувание, вы можете его каждый приобрести. А в законе прямо про самоврядувание, вот закон, такая маленькая книжечка, здесь написано, что мэра можно было убрать, вот страница 75-я, «Веткликание спасады за народной инициативой». А зачем его убирать, если мы его заставим работать? Пусть работает, в чем проблема? Мы могли его убрать, когда мы приходили на ВИЧ. То есть нам не надо было никаких перевыборов. Мы могли подписать листы и за нарушение Конституции убрать вилку. Теперь это уже чуть сложнее. Но вилкулу на сессии, я говорил, люди говорили, что мы, вы хорошая людина, 74% голосов вам отдало, мы делить людей не будем. Теперь вы начинаете для нас работать. И отсчитываться, что вы сделали. То есть он взял на себя ответственность за нас. Он выступил, принял присягу, мы сделали запад, чтобы он дал нам присягу подписанную. Потому что он зачитал, на верность народу кривого рога. То есть он будет служить людям, всем вам. Вот если ваша жизнь будет ухудшаться после этих слов, мы будем спрашивать с него. Поэтому пока мы не поможем каждый из вас себе, мы не сможем помочь другому. Поэтому у каждого у нас есть проблемы, не общие какие-то где-то, а у каждого. Вот принесите каждый свою проблему сюда. Скажите, я пошел в Горгаз, с меня высчитывают газ незаконно. За свет, за то, за то. Принесите на бумажке свои проблемы, и мы пойдем с каждым из вас и решим. Когда мы начнем чиновников снизу заставлять работать, поверьте, все будет работать. Вот, пожалуйста, вам пример. Мы пошли и возбуждали уголовное дело против Гоптерева. Это начальник УВД, следственного дела УВД, который отжимает квартиру. Кому мы будем жаловаться? Людям, которые отжимают у ребенка квартиру и гонят его в АТО, которые отжимают бизнес весь, которые автомобили забирают, и которые продают сейчас на всех своих платных автозаправках солярку. Понимаете? Поэтому я вам говорю, призываю, прошу, я не знаю как, купите Конституцию, и мы с вами здесь обсудим, какие статьи, хотя вы должны пользоваться, и как она работает. И любой из вас не останется без внимания, мы с ним пойдем и увидим. Многие люди видели, им по несколько раз. Вот человек, например, три года ходил, не мог добиться, ему не выдавали просто бумажку, и зашли ему, выдали, подписали за буквально 10 минут, не даст соврать. И так угодно, кто с кем я ходил. ВУВД, прокуратуру, куда угодно. У них надо заставлять их работать. Не надо с ними бороться. Они сами уйдут. Когда на них начнут работать, все мы люди не любим работать. А они отвечают перед этим. Поэтому они еще хуже. Смотрите, Конституцию мы всем задаем. Что выше? Верховная Рада, или Конституция? Все говорят, что выше Конституция. А над Конституцией стоят вы, люди стоите. Потому что Конституция вас защищает. Ваши права. Когда мы приходим к чиновникам, говорим, вы чего-то не поняли. Это мы, ваша власть. Понимаете? Мы должны вас спросить, потому что закон про самоврядувание и Конституция гласит, что они подзвитные, грамадянам. То есть, пятая статья Конституции, что мы имеем право их сменить безпосередньо, без кого. Как мы сами не можем с этим справиться, мы выставляем и просим, чтобы кто-то за нас это делал. А мы сами сможем это сделать. Вот и все. В книжном магазине по 10 рублей Конституция, если вам интересно. Любой книжный магазин. 6 числа, центральный міський комитет, улучшаем свою жизнь. Вот чем мы занимаемся. В суде Черкасенко в закрытом режиме было продолжение слухания справи криминально щодо Гоптерева, начальника следственного отдела міського управления полиции. Продолжение следовало гражданицы запрещено на судное заседание завершилось вызванием полиции. Но мы изъясировали, что когда он выходил, заседание не произошло, потому что не было условий его проводить, потому что мы гучно подняли вопрос мониторингу гражданицы этого процесса. то Гоптарев вышел вместе с адвокатами и защитниками, которые в справе свят лично. То есть они имеют своих защитников, которые обслуживают их при каких-то преступлениях закону. То есть это была 12-30 справа в закритом режиме Гоптарева щодо коррупции. Я пришла как раз в тот час, когда было объяснение отношений. Я задала вопрос главы суду Байканову, кто является судей и спикером, выбранным решением Рады судов этого суду Центрального района Кривогорога на выполнение решения международной конференции, которая произошла в Киеве в 2015 году, 24-25 лютого. И называлась она «Змисление доверия до судовой гилки влады через покращение коммуникации». Решением Ради судов Украины от 12-го березня 2015 года обязано каждый районный местный суд, независимо от его типа, апелляционный, господарственный, высший и специализированный, обрати судью спикера для коммуникации с гражданой. Так вот, потом, когда подъехала милиция с Верповскими и всеми остальными, я задала вопрос, почему в таком способе судья-спикер, и не знаю кто, Центрального района Кривогорога не ведет диалог с гражданой, не отвечает на вопрос, почему в закрытом режиме, покажите ухвалу суду Черкасенко, который принял на какой-то основе это решение, чтобы снимать напряжение, чтобы доводить гражданой Кривогорога, и относительно резонансных справ. Судья Беканов, сначала глава суду, не говорила, кто он был. Когда я в присутствии местной милиции и вызвавших из Центрального района Кривогорога, читала эти слова в слово три страницы висловки международной конференции о коммуникации с гражданой, тогда появился Беканов, глава суду, и сказал, что я судья-спикер. Но это искусство, я сделаю письмовый запись, я не думаю, что он является главой-спикером, но он сказал, что судья-спикер. И начал пояснивать, заведевши нас в комнату, в зал заседания, что в закрытом режиме справа розгляду по Гоптереву, в связи с тем, что ця справа щедо коррупции связана с другой криминальной справой, где ведется досудовое следствие. А раз досудовое следствие, то втручание неможливо, разголошение неможливо и так далее. Это все нужно проверять. Каждое их слово нужно проверять. Но мы получили такую ответственность. Далее. Потом у нас гражданские активисты склали соответствующие заявки о перешкоджении деятельности, общественности, манитировать судовые заседания. И потом в 2 часа произошло еще одно судовое заседание. У другого судя, судя Онопченко, который сам из Донецка, но мы свидетели, что он дотримается закону, и мы надеемся, что это независимый судя. Так вот, за скаргою Руденка Анатолія Петровича, правозахисника, который обратился с заявкой в полицию, когда выполнил обязательства начальника милиции Верповский, с заявкой про злочин щодо Гоктерева. По таким статьям. Частина 1 стаття 129 криминального кодекса, частина 4 стаття 190 криминального кодекса, частина 5 статті 191, частина 3 статті 365 криминального кодекса. Звичайно, міська милиція не внесла заяву повідомлення Руденка в единий реєстр досудових розслідувань і скерував міську прокуратуру Криворізько-місцеву номер 1 на Леніна. Там, звичайно, теж не внесли в единий реєстр досудових розслідувань. І тому, щоб оскаржить ці дії, а які дії? Без діяльність вже кінцевої місцевої прокуратури номер 1 Руденко звернувся скаргою до слідчого судді Центрального міського району. І от 6 числа в 14 годин ми з активістами, хто мав бажання, з пікетувальниками Центрального міського суду щодо поведінки Гоптерєва, його дій і беззаконня, ми побували в цьому судді. А було надано слово Анатолію Петровичу. Він показав припльоті на понад 40 старінок, які були вручені і в міську поліцію, в Верповському, і прокурору пакет доказів щодо необхідності притягнення Гоптерєва по цих статтях Кримінального кодексу. Суддя Онопченко виніс, я вважаю, революційну ухвалу зобґрунтована. Сьогодні вона буде висіти на сайті 0564. Ми це оприлюднюємо наступного світу. Суд ухвалив скаргу Руденка Анатолія Петровича щодо невнесення відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань задовольнити. Тихо, будь ласка, зобов'язати прокурора Криворізької місцевої прокуратури номер один, вчинити дію, внести відповідні відомості на підставі заяви Руденка Анатолія Петровича про вчинення кримінального правопорушення, подану 30 березня 2016 року, до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати досудове розслідування. Що це нам говорить? Це дуже важливо. Але на протязі доби місцева прокуратура, а то була п'ятниця, звичайно, до кінця дня ця ухвала має бути подана в прокуратуру. Я вважаю, до понеділка ми вже маємо романськість в руках витяг з ЄРДР щодо внесення цих відомостей в єдиний реєстр досудових розслідувань. Його оприлюднити і пильнувати щодня, що зроблено, що зроблено, щоб не було покладено, як чергове наше домагання через суд в таких справах. І воно лежить в сейфі. Навколо суда пікетувальники, громадськість розмістила на стовбах отакі зазивні, агітаційні листівки щодо гоптерів. Її теж треба розмістити на сайті 0564, бо це є звернення до громадськості. Допомагати гоптеріву не чинити самогубство, а відповісти перед законом. Далі. І ще які події. Я хочу просто оголосити, на наступному тижні будуть серйозні судові засідання. Я прошу приходити завжди з ручкою, з папірцем і нотувати. Бо немає часу поінформувати в телефонному режимі. Бо ті, хто це робить систематично, витрачає чимало коштів, але ми маємо комунікувати один з одним. Один знає про суд, має розповісти про це десяти і привести в судове засідання по резонансних справах своїх друзів, однодумців, щоб у нас були повні зали. І так, понеділок, завтра, 11 числа, в Зіржинському районному суді, в 9.45, у суді Чайкіної, колегія там чи ні? Ні. У суді Чайкіної відбудеться слухання справи світлично. Що за справа, знаєте. Зампред, який притягується до кримінальної відповідальності щодо харчування дітей гнилим м'ясом, комбасою і так далі. 11.00 в 9.45. Я прошу підійти потім до мене, і ми занотуємо, бо ми маємо розраховувати на людей, ті, які будуть в залі. Пустий зал – це привід для беззаконня в залах суда. Я це відповідально говорю, бо я прикладив. Далі. 12.00 суда. В Жовтневому районному суді, в час, в час я вам потім скажу, не подивилась в інших запасниках, в мене отакий зошит, конспект по всіх судах, вже списаний за попередній півроку, крали. І тому дещо приходиться поновлювати. Так от, 12.00 в Жовтневому суді продовження слухання справи у суді Дехтих по Павлову. Я там з 14.00 року, по виборах 14.00 року, у суді Дехтих по Павлову. Представляє його інтереси Акимова, яка перед день виборів, як довірена особа Вілкула, а там Павлова, закликала, ви знаєте, до чого, по каналу Інтеру, то явно сепаратистські ознаки, що тут відбудуться наклипи і таке інше. Приходьте. Є можливість з нею подспілкуватися, не тільки з нею. 13.00, 13.00, це вже що? Середа, да? По порядку. Середу. 13.00. Не мішайте. О 13.30 знову в Дзіржинському суді, у суді Чайкіне буде слухання справи. Я позивач по адмінпозиву до міської ради про визнання протиправним скасуванням рішення міської ради про припинення юридичної особи КЗШ номер 54. 13.00-13.30. Я думаю, то буде вже апогей певних стосунків з судом. А школу закрили, да? 13.00. 14.00 о 9.00 ранку в Жовтневому районному суді знову питання школи, але там ми визнаємо протиправним і маємо скасовувати рішення виконкому Жовтневої ради, яка створила ліквідаційну комісію і яка вчинила вже дії припинення юридичної особи. То ось такі судові процеси. Я просто запрошую до солідарності. Разом ми сила і завжди буде перемога. І ще на цьому тижні було безліч судів. Я вже не тримаю в голові. Але дехто обіцяє і не приходить, маємо бути разом. Дякую за перегляд! 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 Тіón постійко з ту Curаломинами Ну пусть стерегут. Пусть стерегут. Да ничего, я ничего. Мы не работаем в нововом ходе. Нет, мы моему попередуем. Они нас охраняют. Но мы поставим заявку, положим, что наши ВИЧ здесь народные. Это мы занесем заявку, не вопрос. Что это народные ВИЧ, это наша площадь, где мы имеем право собираться. По конституции это должно. Я подам заявку, что каждое воскресенье здесь официальная ВИЧ народная. Без партий. Я предлагаю пресекать это поднятие флагов партии и все остальное. Давайте договоримся, что каждый из вас, который приходит сюда, выучит конституцию. И придет со своей проблемой. И на следующей ВИЧ приходим и каждый человек говорит, решена проблема или не решена. Чтобы люди видели, насколько она решена. Не просто так, что каждый раз свое решил и спрятался и ушел. А вот сказал, моя проблема решена. Потому что люди вышли и мне помогли. Понимаете, есть спонсоры, которые дают деньги и потом под процентов снимают. А мы информационные спонсоры. Которые просто информацию вам даем и с вами будем ходить куда угодно, с кем угодно. Только с одной, как сказать. С одним условием. Что вы просто когда-то поможете следующему человеку и не остановитесь. Будете за себя добиваться, а не прятаться. Потому что многие говорят, а можете сами сходить. Я не могу сам сходить. Потому что я от себя могу сходить. А если я иду без человека, то это получается, что мне пиар или что-то еще. То есть с вами рядом я буду идти хоть под танки. Понимаете? А если вы дали мне, сказали, я ему доверяю, пусть за меня ходят. Это делают так юристы. Они нас обманывают. Понимаете? Поэтому, чтобы мы не знали, они степень нашу грамотность изучают. И потом начинают нас обдирать. А если вы будете сами грамотны и увидите, как работает Конституция, то пожалуйста, вы будете уже сами вести кого-то. Где не получается, через нами вместе. Мы такие же грамотяне, как и вы. Ни партии, никого. Поэтому, ну, не нужны партии. Я говорю, мы выше партии стоим. А мы через них будем работать. Только мы будем отслеживать каждого депутата, где он проголосовал на выборы. Вот там, в Минской Раде. И что он сделал. И каждого прослеживать. А ну, ответь. Что ты не так проголосовал? Потому что мы через них только сможем это все просунуть. Так создано. Понимаете? Но... Чистить. Мы там присутствуем. Мы можем поименно каждого депутата вытянуть, кто проголосовал не про тот закон. Но я вам больше скажу. Нас обманывают не там, когда есть сессия. Обманывают в ТВК. Потому что они прорабатывают. А когда отдают уже на сессию, это буквально в 6 вечера отдали. Завтра в 7 утра они в 9 тянут руки. Они не успевают изучать. Они тупо тянут руки. Все. Поэтому это в ТВК нас обманывают. Мы должны в ТВК присутствовать. И каждого депутата по одиночке смотреть. Ты не так голосовал. А ну расскажи, кто ты, что у тебя есть и как. И заставить их работать. Сейчас новые депутаты уже начинают понимать. И уже за людей борются. И вилку высказывают свои. И недовольство. Понимаете? Вот это нам надо. Они уже начинают работать. Они понимают, что они за людей работают. Депутат выступал. И говорит, вы знаете, я вот ходил год и не мог добиться. Мы пошли буквально через неделю в Ингулецком районе. Женщине заместитель Рыжкова говорит, когда я могу полезть на крышу и сделайте крышу с эти сервисом. И она звонит, потому что неделя буквально прошла. Все сделано. Говорит, мусор вывезли, крышу сделали. Говорит, давайте теперь пусть они нам дорожки сделают. Нет. Теперь купите конституцию и будем работать. Потому что так мы на разных языках будем с вами говорить. Вот и все. Ваш телекаре. Ваш телекаре. Ваш телекаре. Поступайте. Ваш телекаре.